Нет, мы тут дали. Начали перед спросом. Что? Сейчас развод на контроль вопрос. Сейчас в ОКС мы уже запустили, как письмо, и в залог, и в статистику. Но опять-таки, статистика, она же к вам придет и спросит у вас. Мы отчеты с индивидуальным предпринимателем. Но мы же веду не особо получится. Потому что здесь компания, которая работает не только в районе, она, допустим, главная работает в Казани, там какая-то часть работает, а подразделение работает в ОКС. Подразделение на отдельный отчет. Вот я говорю, а идет отчет-то единое, если, например, налог и запрашивают, будет единый отчет. Почему это будет подразделение на отчет? У вас было в ОКС? Нет, будет единый отчет. То есть, как юрлицо, если он зарегистрирован, допустим, там, Казани, он будет отчетиваться в Казани. Они нам разделяют вот эту воручу, которую получат, допустим, в СПАК, и мы ее отчетивались как от ПАК. Вы сейчас хотите поддержать мемор, то есть заставить... Нет, я нечью поддержку, можно как-то унифицировать этот отчет. То есть экономики собирают, а все там разлетают. Я думаю, что в предложении лучше сделать одного оператора, который, допустим, будет... И причем, я думаю, лучше делать мемор, любой мемор оператор, который собирает отчетность, который ведет эту отчетность, потому что, в принципе, вы правильно говорите, что показатели примерно одни. И все остальные уже обращаются к этому оператору. Исполкомы, МРД и так далее. Ну, давайте... Единое окно, условно. Конечно, единое окно. Здесь, как бы, если говорить на чистоту, какие боли есть, ну, вы прекрасно все понимаете, что перед ВКС опять... Опять давайте все отчеты заполнить, все формы. Мы говорим, через там месяц у нас будет квартальный, мы вам заполним. У нас ВКС там в конце недели, давайте все оформим, нам нужны реальные данные. Это вот я просто говорю о количестве. Безусловно, как бы резиденты, управляющие компании должны взаимодействовать. Но в таком количестве... Почему приводят к каким последствиям? Последствиям к тому, что так ВКС сказано. Резиденты уходят. А почему они уходят? Отношения. Отношения, вопрос. Ну вот предоставь и все, предоставь и все. Исполком предоставь, и экономик предоставь. Там еще предоставь. Резидент подходит, а что уходишь? Ну, он говорит, а что мне это делать? Я должен держать отдельную штатную единицу. Причем нужно понимать, вот это не бухгалтер заполняет, по сути, а финансист должен заполнять. Финансовый отдел. То есть у бухгалтерии, у кого подразделение есть отдельное, бухгалтерское, финансовое отчетное. В сусске это больше финансовое отчетное, но из меня даже бухгалтерское. Финансистов у резидента часто нет. Конечно. Да, финансовое... Это уже к малому бизнесу не будет в отношении. То есть к малому бизнесу, как бы, компания, что они будут. Я правильно понял, отчетом может быть, например, идейный какой-то ресурс электронный, на который положил, и все органы имеют в отношении. Можно даже... Да, мы увидели электронное выделяем. Потому что вопрос-то это по нему системный, в системе сбора и обработки информации. Отчеты собираются, они вложатся, к ним потом никто не возвращается. А что по соглашению надо какие-то отчеты сдавать? Отчеты не получаешь? У вас сложный отчет, но это другой. Раздельный отчет в компании, опять же, сложный отчет в паркет. Да, но я имею в виду с другой. Да, зачастую. А может быть и разные? Не разные, не совсем. Потому что даже можно правильно создать одно окно по всему отчетам, чтобы цифры точно бились, чтобы это можно было как-то... Да, и схождения не будет. Да, и схождения, я сейчас говорю. И для нас, например, для государства это было бы более эффективным подходом. Можно я тоже продолжение скажу? Да, конечно. Вы считаете, когда, в первую очередь, в скорых. Вот я по поводу разделения частных и муниципальных парков, которые поддерживают. И, во-вторых, надо подразделять парки, которые, допустим, создаются там на базе больших крупных предприятий или в больших городах и те, которые создаются там при каких-то депрессивных, так скажем, муниципальных образований. Затащить резиденты, допустим, куда-то в деревню, там, в волое поле, это намного сложнее, чем где-то там в городе при большом предприятии, при большой компании. А вот можно более точно разделить с точки зрения чего? Какие из этих предприятий? Отход. Вот я сейчас прожил. Давайте, допустим, мы частные прорывающие компании. Мы в тюльчей вложили, так скажем, ну, какое-то определенное средство. Раз частная компания, то основная цель частной компании – это получать деньги. Понятно, это деньги не короткие, это длинные деньги, это длинные уложения, ты быстро не получишь. Но, тем не менее, как бы, раз уж уложились, надо работать. Тут, как бы, затраты возникают, начиная от оформления земельного участка, от неживания, от тех условий на присоединение к сетям электроснабжения, газоснабжения и остальных. Это непосредственно на создание инфраструктуры, это все затраты. И плюс еще все затраты, которые идут в текущее содержание, на уборку, на охрану и каждый день на какие-то. Проблемы возникают. То есть, все эти затраты управляющая компания несет, несет частные компании, соответственно, и за счет чего они? Либо их перекладывать, например, на резидентов, и резиденты будут, как бы, возражать, потому что мы бьемся за каждую копейку, доказывая и обосновывая, почему мы эти деньги собираем, либо, как бы, терпение пытки, это подход муниципалитета, вы управляющая компания, вы давайте, типа, вкладываете, работаете, типа, это ваша обязанность. Но вот тут подход получается уже, как бы, говорите, с одной стороны муниципалитет, вот этот подход их не, и с другой стороны, как частная компания, которая вложила деньги, свой подход им. И, соответственно, если мы перекладываем затраты на резидентов, они несут эти затраты, и тогда смысл создания промышленного парка, какая бы разница, что он там будет эти затраты нести, что он здесь эти затраты будет нести, вот этот подход. Что я хочу сказать? Ну, то есть предложение компенсирует часть этих затратов все-таки, да? Вот сейчас я предложение перехожу, да? Вот, допустим, если брать компанию, которая зашла на промышленный парк, то есть этот парк аккредитованный, он прошел проверку, вот мы непосредственно аккредитованы и Республике, и ВАИПе, и сейчас мы в Минфроме аккредитованы, практически, получаемся. То есть мы как бы отдельная площадка, которая уже прошла все проверки. Если мы, допустим, вот ТОСЭРы сейчас развиваются, очень хорошая программа, я как бы ничего против не имею, но они нам существенно как бы осложняют жизнь, почему? Потому что часть инвесторов на нашем парке, вот конкретно 4 инвестора ушли. Двое точно ушли на ТОСЭР, двое, я не знаю, хотели уйти, но мы увидели. Вот у меня предложение, если мы на территории промышленного парка, который прошел все проверки по Минэкономике, там, ассоциации инвесториальных парков, может быть, как какая-то ассоциация, создать промышленный парк в Старской Республике, я не знаю, на уровне. То есть площадка проверенная, почему бы нам не дать какие-то части льготы, в части касающиеся региональных налогов, региональных сборов, для тех резидентов, которые реально пришли, вложились на площадку, и управляющие компании, в первую очередь, которые как бы все эти заплаты принесли. То есть если подходить, вот даже по имуществу налог, которую управляющий компаний платит, вот где-то порядка 250 миллионов у нас вот эти имущества, вот это наше имущество все, если это считать, поставки 2,2 это где-то 5-6 миллионов в год. То есть эти 5-6 миллионов в год мы должны, хотим ли, не хотим, на резидента переложить. Если у нас, соответственно, будет освобождение от налог, это, соответственно, будет у резидентов освобождение от этого налога, это может быть существенное облегчение их жизни, так скажем. Ну, плюс части остальных налогов. И плюс мы какое-то уравниваем условие, то, что на тассерах и то, что на промышленных партнерах. Отчасти. Отчасти, да. Части хотя бы региональных налогов. Мы это как бы урегулируем, когда мы создаем равные условия, так скажем. Вы рассматриваете предложение? У нас есть какое-то изменение? Вы с предложением заявку не продавали, но как с предложением? Я сейчас пока дополню. Здесь, помимо налогов, можно уже предлагать и неналоговое послабление. То есть, неналоговое послабление, допустим, мы все прекрасно понимаем, что это все промышленности. В промышленности, соответственно, есть инфраструктурный тариф. То есть, в принципе, я думаю, регион, муниципалитет в частности, в зависимости от расположения, в зависимости, допустим, по электричеству, вполне может дать хороший тариф. И достаточно это будет... Здесь вопрос ставится о том, что насколько конкурентны промышленные площадки в борьбе за каждого из резидентов. Соответственно, если везде примерно одно и то же, а зачем резиденты уйти куда? Если, соответственно, у промышленной площадки, сейчас я объединяю понятие промышленной площадки и промышленный парк, то есть вот особые, скажем, эти зоны, будут какие-то льготные тарифы, может быть, налоговые, это очень сложно проводить, если реально смотреть. В частности, региональные, да, возможно, как бы, в частности, тарифные. Тоже сложно, но это можно заявлять. То есть, этот вопрос может решаться не завтра, но послезавтра. Где-то пониже, да. Ну, пройти вот эту инвестную меморану, это тоже, как бы, не такая простая задача. И она дает, как бы, налоговые льготы только для той компании, которая проходит. То есть, все эти процедуры. Что за инвестную меморану? Это в приоритете. Да, в приоритете мы все равно. А, а то через КССС. Там уже шесть президентов. На мейл попадаем, мы говорим, что? Мы вот, еще раз говорю, вот государство создает, оно говорит, промышленная площадка зачем нужна? Чтобы поддержать малый и средний бизнес, правильно? В первую очередь, малый бизнес. Да? Какое у нас средство для поддержки? Инвест-меморандум. Ну, какой малый бизнес пройдет инвест-меморандум? Не пройдет. Да не пройдет ни один из малых бизнесов. Вы посмотрите, сколько инвестиционных проектов было и сколько из них там малого бизнеса было, которые прошли. Поэтому хайер инвест-меморандум не пошел, а пошел сразу в тассар. Да, ну, вот просто вот эти моменты. Дополнение я могу еще сказать. Ну, давайте потом. Сейчас будем мотать. У нас же есть действительно аккредитованные площадки промпарки, те, которые прошли проверку. Я думаю, что государство, понятно, оно создавая промплощадку самостоятельно собственную средственную вкладку. За счет чего? В каких-то случаях, да. В каких-то случаях нет. Не во всех. Не во всех. Только муниципальные. За счет поления медоколомного развития, либо за счет средств субъекта российских присутствий. Здесь коллеги говорят, мы создаем сами. Нет, мы получили собственную федеральную и республикацию получили собственные деньги. Нет, мы сами. Я могу сказать, мы сами создали. У нас частная промышленная площадка. Да, у нас частная промышленная площадка. То есть мы практически собственные инвестиции резидентов, управляющих компанией. И вот создается, да. Просто нужно понимать те механизмы, которые сейчас есть для вот этих, так скажем, морковки для резидентов. Они не работают. Я вот что хотела сказать. Вот сейчас я расскажу, если хорошо. Потому что вот, допустим, у нас яркий пример. Минэкономия сейчас поддерживает. В декабре 2018 года нам всем разослали о том, что давайте возместим кредиты, ставки, процентные ставки по кредитам взятые с 1 января 2017 года. Одна из программ, которая активна. У нас ни один резидент не пошел. Ни один из резидентов не пошел. При наличии определенных кредитов. Вопрос, почему? Нету доверия. Ну как так? Сейчас мы все это сделаем, но это опять сейчас замучивает нас отчетами. Мы как сколько отчетов задаем? Сейчас еще по этой программе будем отчеты задавать. То есть вот эти программы, которые были, они в начальном этапе возможные работы. Возможно, конечно, я здесь спорю, но коллеги не все поддерживают. На мой взгляд, это не совсем те морковки, которые для резидентов нужны. Дайте другую, дайте тариф конкретный. Когда он сам может посчитать четко, он знает, для чего туда идет. А он приходит туда для того, что, возможно, в этом году будет программа Leasing Grant. Возможно, в этом году будет субсидирована процент на ставку. А возможно, не будет. 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 Я просто говорю, когда резидент заходит ради морковки, он не знает четко. Я пришел бы инвестор, мне нечего бы сказать. Вот. Может быть. А инвесторы для них не очевидно. Да. Может быть. Ну, для резидентов, управляющих компаний. Конечно. Управляющая компания должна. Все морковки. Вопрос приходит, зачем я к тебе должен прийти. Что ты мне дашь. Вопрос постой. Возможно. Что я ему скажу. Ну, возможно, ты будешь участвовать в Leasing Grant. А что бы у иностранцев такой вопрос. И, возможно, ты выиграешь. А, возможно, не выиграешь. Вопрос, как бы, этот вопрос еще нужно у тебя составить. Бизнес-план. Возможно, ты… Программа субсидирована процент на ставки, она не конкурсная. У нас в государстве подается. Я знаю, что у нас заявительное. Здесь второй момент есть. Это к Минэкономике. Почему бизнес не участвует в разработке программ? Программа региональная. Хочу сказать, что вот 5-6 июля у нас запланировано обучение, где мы вас всех приглашаем. И с этой приглашением вы получите. Там будет круглый стол, где мы будем обсуждать по такой мозговой штуру. Предложение. Предложение вносить вот как раз по тем самым морковкам. Не рассылали еще? Нет, вот. В ближайшее время. То есть, я так понимаю, собравшимся придет приглашение? Да, да, да. Мне пришло. А. Потому что вот это 1 января 2017 года, многие сказали, в чем 1 января 2017 года? Как раз по постановлению 16-го аккредитация, все предложения мы соберем, вместе все обсудим. Рустам Равкатович будет модератором круглых столов. Да, это, наверное, нужно механизм использовать. Потому что резиденты, они же строятся. Основные средства там кредитуют, соответственно, за счет длинных денег и раньше, чем этот год. Я бы на вашем месте поднял вопрос по промо-потеке. Программу, которую почти год уже заявляют, до сих пор и нет. Но вот эта 7% ставки, она работает. Она там была до 5 снижали. Сейчас они снижают до 0% в общем можно. То есть, полностью не увеличили.